Накануне в администрации города в режиме видеоконференц-связи состоялся семинар-совещание с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций. Главная тема встречи – участие в конкурсе президентских грантов. Представители ямальских НКО получили заочную консультацию и поделились опытом с единомышленниками. Подробности в сюжете Альмира Новосёвой. С 16 августа по 29 сентября идет прием заявок от некоммерческих организаций для участия во втором конкурсе президентских грантов. Проведение первого конкурса в прошлом году дало возможность реализовать 970 проектов на территории всей России. Общее число всех заявок было более 6,5 тысяч. Победителями у нас стало 9 организаций, которые в общей сложности получили 13 миллионов рублей на реализацию социальных проектов у нас в округе. Две некоммерческие организации-победители представляли Лабытнанг. И сейчас во втором конкурсе руководители НКО также достойно собираются представить город Семилиственниц. В стадии завершения проект общественной организации помощи детям-инвалидам «Дари добро». У ее представителей уже есть положительный опыт в создании интересных работ. Они получали грантовую поддержку на муниципальном и окружном уровне. От департамента образования мы получили грант на сумму 500 тысяч рублей на организацию группы инклюзивного дошкольного образования. Часть детей в группе планируется с особенностями здоровья. Оставшаяся часть, 3-4 ребенка, это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Чтобы они учились коммуникации, социализировались. А при всем этом должна быть командная работа, развивался командный дух. Сейчас Яна Будыгина работает над новым проектом, чтобы получить поддержку в виде президентского гранта. Эти финансы помогут реализовать идеи, направленные на реабилитацию лабытнанских детей-инвалидов. Проекты, предоставленные на конкурс на получение президентского гранта, могут быть разной направленности. Охрана здоровья, поддержки семьи, развитие науки, культуры. Всего таких тем 12. Важно, что реализация интересных задумок принесет нечто новое в жизнь горожан. Алимира Новоселова, Кирилл Сементьев, программа «Время местное». Алимира Новоселова, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».